Более 300 вызовов в день. В таком режиме сейчас работает Балаковская скорая помощь. И больше половины случаев в соответствии со стандартными требуют проведения ЭКГ. 70-80% адресов. Это важнейший элемент дифференциальной диагностики, то есть отличить одно заболевание от другого. В наше ковидное время такие пациенты рассматриваются как большая группа сосудистых больных. И это помогает нам, предположим, отдифференцировать одышку от сердечной, от дистресс-синдрома и так далее. При острых коронарных синдромах мы можем выявить грубую патологию, то есть инфаркт с подъемом сегмента ИСТ и провести на нашем этапе на догоспитальном тромбоэлитическую терапию. Несколько минут и результат обследования на руках. Чтобы прочитать электрокардиограмму, фельдшеру скорой помощи требуется совсем немного времени. И это позволяет в ходе вызова быстро определить, необходима ли госпитализация, или же можно обойтись визитом к кардиологу. Сердце работает в том же режиме. Аритмии нет. В АКД есть, но она не выжжена, она не полная. Для пациента эта лента – просто повторяющийся орнамент. Но для врача это кривая ценная информация. Наше сердце бьется ритмично, поэтому рисунок на ленте одинаковый. Но бывают отклонения. К примеру, если между зубцами фиксируется значительная разница, то это может быть признаком аритмии. Нарушение ритма, инфаркт. Кроме того, ЭКГ-обследование применяется при очень многой патологии по стандартам. В день, это к сведению, проводится более 100 регистраций ЭКГ всеми бригадами. А вот за 11 месяцев, я статистику посмотрела, это 37,5 тысяч регистраций ЭКГ. Сейчас в Балаковской скорой помощи все автомобили укомплектованы аппаратами ЭКГ. Срок службы каждого – 5 лет. Но из-за постоянного использования они изнашиваются очень быстро. Бывает, не проходит и половины срока, как требуется замена деталей. На работоспособности аппарата сказывается многое. Здесь температурный режим. Мы работаем в условиях мороза сейчас, в условиях жарких температур. Это вибрация при транспортировке аппарата до места вызова. Все это, конечно, сокращает срок службы приборов. На смену старым аппаратам ЭКГ в преддверии Нового года пришли современные приборы. Это подарок Саратовской ГЭС не только балаковским медикам, но и их пациентам. В рамках благотворительной программы заменили 8 аппаратов. И три из них уже сопровождают бригады скорой на вызовах. Остальные тоже скоро станут частью команды. А это значит, что уже в ходе оказания первой помощи врачи будут более точно ставить предварительный диагноз. Продолжение следует...